МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Сконцентрировать усилия и привести в порядок город, несмотря на непогоду. Такое распоряжение дала профильным службам глава Самары Елена Лапушкина. В столице регионной работы по откачке талой воды и удалению наледи ведутся в круглосуточном режиме. Хорошая скорость, разумные тарифы и добросовестный оператор. Какие преимущества ждут пользователи интернета, сходя из принятого Госдумы закона об обеспечении прав граждан на доступ к услугам связи? Рождает ли спрос предложение? Как изменился турпоток после землетрясений в Турции? И куда отправятся самарцы на майские праздники? Где можно поиграть в настольные игры? И как оформить выплату на установку и приобретение автономных пожарных извещателей? О чем пишут в телеграм-каналах городской администрации и профильных ведомств. Без шансов на победу футболисты и футболистки крыльев советов крупно уступили своим соперникам. Вывоз снега, откачка воды с низинных территорий и обработка. Выполнение в городе сезонных работ обсудили в городской администрации на еженедельном совещании под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Мэр напомнила о важности комплексного подхода к таким работам. Какие есть замечания и на чем службам благоустройства нужно сделать акцент? Расскажем в следующем материале. Сезонные весенние работы по благоустройству города стали главной темой еженедельного рабочего совещания в городской администрации под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Как доложил руководитель департамента городского хозяйства Олег Ивахин, в городе работают бойлеры, которые откачивают воду там, где нет ливневой канализации. В основном эти участки в Куйбышевском, Советском и Кировском районах. Рабочий маршрут машин составляют с учетом движения общественного транспорта и по обращениям жителей. Работают бойлеры на откачке воды, на Зобчининске, на улице Литвиново, Магистральные и стараемся максимально отследить те жалобы, которые идут от жителей частного сектора. Такая же ситуация и в Куйбышевском районе. Как отметила глава Самары, важен комплексный подход к сезонным работам. Чтобы вода после таяния сугробов не оставалась на улицах, продолжаются работы по вывозу снега на места складирования, а также по промывке дождеприемных колодцев. Погода позволяет проводить и аварийно-ямочный ремонт. Особое внимание в период перепада температур с плюсы на минус уделяют тротуарам. Их посыпают реагентами, чтобы не образовывалось наледь. Есть вопросы по гололеду. Ночные минусовые температуры, днем плюсовые, конечно, образуется наледь, что крайне нас беспокоит. И обращаем внимание в первую очередь на подходы подъезда к школам, к детским садам, к объектам поликлинических отделений, к больницам и другие социальные объекты. Также Елена Лапушкина напомнила главам районов и руководителям профильных департаментов и муниципальных учреждений о контроле за вверенными территориями. Поскольку так быстрее получается выявить недоработки и устранить их в врачайшие сроки, чтобы жителям было комфортно передвигаться по городу. Результаты проведенной работы глава города проверит лично во время объезда по адресам, о которых писали горожане в социальных сетях. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. В Самаре появятся новые маршруты автобусов. С апреля этого года по городу начнут курсировать автобусы 92 и 207. Городская администрация уже объявила два конкурса по определению подрядчиков. Маршрут 207 будет перевозить пассажиров от завода «Экран» до Хлебной площади, а 92-й – от Калининградской до Площади памяти. Претенденты должны иметь опыт работы в сфере перевозок, а также свой автопарк. Итоги конкурса объявят 27 марта. 850 килограммов квашеной капусты заготовили для отправки на передовую волонтеры Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна. Такой оригинальный подарок защитникам активиста решили сделать специально. Продукт полезен и богат витаминами. Тему продолжит Михаил Ермоленко. Приготовить квашеную капусту несложно, рассказывает волонтер Данил Индряков. Вместе с активистами колледжа сервисных технологий и дизайна, где парень учится на третьем курсе, заготовили около тонны капусты. Работа несложная, отметили учащиеся, но из-за объемов, которые предстояло приготовить, трудились около 60 человек. Первый раз партию приготовили в подарок бойцам в зоне специальной военной операции в честь Дня защитника Отечества. Богатый витаминами продукт понравился, поэтому в этот раз волонтеры решили отправить на передовую 850 килограммов. Это имеет большой, больше моральный повод, потому что нашим бойцам на фронте, что они, увидев это, поймут, что мы их тут поддерживаем, любим, ждем. И эта работа помогает тебе как бы вместе находиться с ними, что ты тоже в общем деле тоже помогаешь каким-то образом. Я считаю, это очень важно, чтобы показать, что мы здесь их ждем, любим, надеемся, что они все вернутся с победой. Гуманитарную помощь защитникам на передовой отправили в рамках акции «Волонтерские витаминки» для участников СВО. Программу придумали в колледже. Реализовать задуманное помогли самарские фермеры. Они доставили продукты. Необходимую логистику и другую помощь обеспечил благотворительный фонд «Звезда Элира» и его представитель Екатерина Колотовкина. Колледж и организация активно взаимодействуют в вопросах поддержки военнослужащих. Сотрудники вместе также готовят экипировку и оснащение для бойцов в зоне специальной военной операции. Вот этот наш такой вклад, простой русский национальный привет, дойдет буквально сегодня вечером его загрузит и завтра поедет машина из фонда «Звезда Элира» и передадут нашим героям, участникам СВО, не только которые живут в Самаре, а всем, кто сейчас там, кому достанется. И мы очень хотим, чтобы это было от сердца, от души, ну, как и в семье. После отправки гуманитарного груза учащиеся собрались в актовом зале на специальный урок. «Рассковор о важном». Приглашенные гости отвечали на вопросы ребят и рассказывали истории. Михаил Ермоленко, Игорь Казановский. События. Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн провел совещание по новому законопроекту, регулирующему вход провайдеров в жилые дома. Участниками встречи стали представители операторов связи, управляющих компанией ТСЖ. Подробности расскажет Александр Гусева. Хорошая скорость, разумные тарифы и добросовестный оператор. Все это позволяет использовать глобальную сеть интернет без ущерба для собственных нервов и кошелька. Но даже в 21 веке находятся люди, которые испытывают трудности с качеством оказываемых услуг. 70% всех многоквартирных домов обслуживаются двумя тремя операторами. 20% из них – одним. Нередко многие из нас становятся заложниками системы допусков операторов в МКД. Чтобы разрешить ситуацию, в Государственную Думу внесли законопроект об обеспечении прав граждан на доступ к услугам связи и сети интернет в многоквартирных домах. Если говорить в целом, то эта инициатива направлена на то, чтобы у каждого гражданина, у каждого жителя был свободный выбор того оператора связи, которого он для себя считает предпочтителем и с точки зрения цены, и с точки зрения качества. Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн провел совещание по новому законопроекту. В обсуждении приняли участие представители органов, управляющих многоквартирными домами и операторы связи. Целью встречи стала необходимость прояснить вопросы, касающиеся содержания законопроекта. Во время обсуждения звучали не только вопросы, но и инициативы. Во-первых, я считаю очень важным, когда проходит такого рода расширенное обсуждение инициатив, на которые собираются разные стороны, и именно в таких спорах, собственно, и рождается истина. Вот из сегодняшнего нашего достаточно бурного обсуждения несколько прозвучало вещей, которые, уверен, найдут свое отражение при доработке этого законопроекта к второму чтению. Сегодня в России только около одной трети жилых домов, где жильцы действительно могут выбирать интернет-провайдера, который в наибольшей степени отвечает их требованиям. После доработки законопроекта проблема с невозможностью выбора может разрешиться. Александра Гусева, Игорь Казановский, События. Россия заняла второе место в общем объеме турпотока в Таиланд по итогам прошлого месяца. На популярный курорт Паттайи улететь можно напрямую из Самары. Также впервые появились прямые рейсы из Курумыча на Шри-Ланку, а вот спрос на Турцию упал. Эксперты связывают это с прошедшими землетрясениями и опасениями туристов. Подробности расскажет Светлана Кудрявцева. Путешествия на Шри-Ланку могут стать хитом весеннелетнего сезона у самарцев. Улететь на Зеленый остров в Южной Азии, окруженный океаном, можно напрямую из Курумыча. Операторы в этом году поставили рейс Самара-Колумба. Если раньше туристы пересаживались в Москве либо в Дубае, и перелет растягивался на время стыковки, плюс необходимость приземляться, багаж, забирать и регистраться на новый рейс, то сейчас это прямой перелет. Примерно 8 часов, и вы на месте. И эти рейсы пользуются популярностью, несмотря на то, что они не очень дешевые, где-то 150 тысяч за двоих на 9 ночей. Но, тем не менее, возможность увидеть одну из самых экзотичных стран, причем та страна, которая довольно дружелюбна к туристам. Там очень комфортно, и пляжи есть, и экскурсионные программы насыщенные. Также напрямую из Самары можно улететь в Паттайю на курорт юго-востока Таиланда. Как и отдых на острове Шри-Ланка обойдется недешево, но туристов это не останавливает. Ходит бронирование, и довольный турист возвращается, потому что прямой перелет. Цены, конечно, не радуют, потому как они по сравнению с прошлыми годами завышены значительно. Но туристы бронируют. И хочу заметить, что именно весенний период горящих туров лучше не ждать, поскольку вылетов не так много, и горящие туры становятся дороже, вместо того, чтобы быть меньше по стоимости. А вот туры в Турцию, которые всегда были популярны у самарцев в весенне-летний период, сейчас не пользуются спросом, рассказывают эксперты туристической отрасли. Это связывают с землетрясениями, которые унесли в стране почти 48 тысяч жизней. Путешественники пока опасаются бронировать туры как в Стамбул, так и на известные турецкие курорты. В феврале традиционно был лидером продаж, и мы продавали Турцию на все лето вперед, и даже до сентября, до октября. Сейчас тенденция этого года, на мой взгляд, это связано с землетрясениями, это то, что люди пока ждут. Эксперты разъясняют, что землетрясения не являются страховыми случаями, и возмещать деньги за испорченный отдых страховые компании не будут. Со страховыми компаниями мы общались, у них позиция такая, что если землетрясение напрямую не повлияло на тур, то есть, например, что инфраструктура аэропорта повредилась, и рейсы невозможно совершить, отель, возможно, там пострадал, хотя с отелем, скорее всего, просто найдут операторы замену. Больше упор делали на то, что технически нет возможности поехать в страну, но с учетом того, что до начала сезона еще много времени, и инфраструктура туристическая не пострадала, потому что эти регионы были восточные, это достаточно далеко от курортов, то, в принципе, нет оснований отказываться от туров, потому что операторы эти туры продолжают осуществлять, и, соответственно, туристы, только если сами очень сильно переживают, они могут перенести дату поездки, либо отказаться с какими-то удержаниями, но страховым случаем взаимотрясения в данном случае являться не будет. Более того, на лето туроператоры ожидают дополнительные авиарейсы в Турцию, что, возможно, снизит стоимость туров. Не только наши чартеры, но и турецкие авиаперевозчики будут в игре, и поэтому, возможно, будут какие-либо конкурентные снижения цены именно в Турцию. По поводу весенней Турции поставили и мартовские вылеты из Самары, и апрельские вылеты. Желающих пока немного, но цены хорошие. Для весны отличные цены, а вот если сейчас смотреть прайс на июнь-июль по Турции, то цена, конечно, в районе 50 тысяч на человека – это много. Для любителей ближнего зарубежья есть прямые туры из Самары в Баку и Ереван. Цена выше, чем в прошлом году – 70-80 тысяч на двоих на 5-7 ночей. Однако эти страны пользуются все большим спросом у самарцев. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, Николай Епифанов. События. Далее коротко о других темах дня. Самарская область вошла в топ регионов победителей конкурса президентского фонда культурных инициатив. Грантовую поддержку получит 21 творческий проект на общую сумму 77 миллионов рублей. По объему выделенных средств регион вошел в тройку лидеров после Москвы и Санкт-Петербурга. Губернатор Самарской области, руководитель комиссии госсовета по направлению культура Дмитрий Азаров поздравил победителей конкурса. В год педагога и наставника тематическое направление образовательные и наставнические проекты в первом конкурсе 2023 года занимает лидирующую позицию. Поддержано 199 инициатив. Среди них образовательный проект «Машина времени. Прошлый век», который будет реализован в Тольятти и проект «ЗОЧИ» детской школы искусств «Радуга» города Самары. В регионе объявили «желтый уровень опасности». По данным Приволжского УГМС, днем в понедельник 13 марта местами по региону ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и по возможности отказаться от поездок. В Самарской области изменили время работы судов на воздушной подушке. Как сообщает региональный Минтранс, это связано с осложнением ледовой обстановки. Теперь суда на воздушной подушке будут курсировать через Волгу только до наступления темноты. В случае дальнейших осложнений погодных условий движение судов может быть прекращено. В Самаре программист одного из местных предприятий перевел мошенникам более полутора миллионов рублей. Как сообщает Главное управление МВД по Самарской области, днем 9 марта 26-летнему потерпевшему позвонили неизвестные. Представившись сотрудниками правоохранительных органов, злоумышленники сообщили мужчине, что на его имя кем-то оформляются кредиты. Для того, чтобы не стать соучастником сомнительной операции, необходимо самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на безопасный счет. Действуя по инструкциям неизвестных, мужчина перевел на указанные расчетные счета более полутора миллионов. Поняв, что его обманули мошенники, обратился за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. В этом году православные христиане отметят Пасху 16 апреля. В этот день принято угощать друг друга куличами и крашенными яйцами. До этого времени верующие держат Великий пост. Праздник Пасхи установлен в воспоминаниях новозаветного события – воскресения Господа, которое произошло в третий день после его смерти, в первый день после еврейской пасхальной субботы. Жены мироносицы, пришедшие к пещере, где был погребен Спаситель, не нашли его. Ангел возвестил их о воскресении Иисуса Христа. Какое молоко подать к кофе – растительное или коровье? Этот вопрос сейчас звучит в каждом кафе. Растительное молоко можно встретить в любом магазине. Ореховое, кокосовое, соевое – его предпочитают сторонники правильного питания. Но так ли оно полезно, выяснила Александра Гусева. Многие люди уверены, что секрет долголетия, крепкого здоровья и красивой фигуры кроется именно в питании. Те, кто следят за своим рационом, нередко прибегают к такому мнению, что продукты растительного происхождения намного полезнее, чем животного. Изменение предпочтений в рационе можно проследить на примере знакомого всем продукта – молока. По утверждению социологов, интерес к традиционному пастерилизованному молоку в последние годы снизился как в Самаре, так и по всей России. Но это не значит, что люди совсем отказываются от этого продукта. Они его заменяют. Растительные напитки из сои, овса, миндаля, кокоса становятся все более популярными. Выбирают их по разным причинам. Одни страдают от неприносимости лактозы, другие используют растительный аналог во время религиозного поста. Но чаще всего альтернативное молоко пьют те, кто хочет похудеть или просто поддержать свою физическую форму. Стоит отметить, эксперты не считают растительный аналог хорошей заменой к привычному молоку. Если мы говорим о коровьем молоке, то белок коровьего молока содержит все незаменимые аминокислоты, то есть этот белок полноценный. К сожалению, растительное молоко этим похвастаться не может. Также надо смотреть на количество углеводов. Обычно углеводов в растительном молоке значительно больше, чем в коровьем. Конечно, во всех этих напитках содержится растительный белок. Но заменить животное он может только отчасти. Некоторые виды растительных аналогов молока в несколько раз жирнее традиционного. Кокосовый напиток обладает жирностью 24%, тогда как пастеризованное коровье молоко чаще всего 2,5 или 3,6. Кроме того, самые популярные растительные напитки изготавливаются из орехов, а это один из сильнейших аллергенов. Особое внимание следует уделить составу. Там нередко встречаются вредные пищевые добавки. Нужно обратить на количество углеводов. Конечно, в идеале их не должно быть больше 4 грамм. Нужно обратить, чтобы не было сахара в составе такого молока. Естественно, жирность. Напитки сои, кокоса и орехов – это неплохая альтернатива молоку для людей с неприносимостью молочного белка или лактозы, а также для веганов. Остальным нет смысла полностью исключать из рациона привычное молоко. Но если вам нравится вкус, запах, текстура этого продукта, то его можно употреблять дополнительно. Содержащиеся в этих продуктах витамины группы благотворно влияют на нервную систему. Пить такие напитки полезны при бессоннице, стрессе и хронической усталости. Главное, чтобы они были натуральными и без добавления сахара. Если отказ от привычного молока был вызван желанием избавиться от лишнего веса, тактика неверная. Чтобы похудеть на пару килограммов, вовсе не обязательно отказываться от каких-либо продуктов. По словам спортсменов, самочувствие и физическая форма могут быть совершенны лишь в том случае, если организм не испытывает стресс. Чтобы составить рацион без лишних заморочек, можно использовать метод тарелки, так называемый. Есть метод гарвардской тарелки, когда мы условно нашу тарелку, вообще весь наш дневной рацион делим на какие-то части и в определенных пропорциях у нас там присутствует белок. Это четверть тарелки занимает белок, половина тарелки занимают овощи, фрукты и еще четверть тарелки у нас занимают углеводы. Отдельно взятые продукты не могут совершить чудо с нашим организмом. Открывайте для себя новые вкусы и сочетания в еде. Это повышает настроение и придает сил, чтобы активно прожить новый день. Александра Гусева, Константин Головин. События. 25 марта в России пройдет акция «Час Земли». Ее цель – снизить до минимума энергопотребление на планете в течение 60 минут. Как сообщает пресс-служба Минприроды, это самая массовая экологическая акция. В регионах России она начнется 25 марта в 20.30 по местному времени. В этот час миллионы людей символически выключат бытовые приборы и свет. Акция проводится практически во всех странах мира. В России она впервые прошла в 2009 году и в этом году пройдет в 15-й раз. Мужская и женская команды «Крыльев Советов» синхронно крупно проиграли своим соперникам в чемпионатах страны. Хоккеисты ЦСКА ВВС завершили регулярный чемпионат первенства ВХЛ на первом месте, а баскетболистки «Самары» пытаются заработать преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф. Подробности в нашей рубрике «Новости спорта». Футболисты «Крыльев Советов» на выезде крупно уступили московским армейцам в чемпионате России. Уже в первом тайме преимущество хозяев было неоспоримым. К 42-й минуте «Самарцы» проигрывали 0-3. Отличились за «Болотный», «Обляков» и «Чалов». Исправить ситуацию не получилось и после перерыва. «Крылья» так и не забили. А Велиан на 75-й минуте установил окончательный счет в матче. 0-4. Поражение «Крыльев». Теперь этим командам предстоит первый матч полуфинала Кубка России. Женский футбольный клуб «Крылья Советов» в первый сезон в Суперлиге начал с крупного поражения от действующего чемпиона – питерского «Зенита». С самого начала игры хозяйки поля уверенно контролировали мяч, демонстрируя превосходство над соперницами из «Самары». И если в первом тайме чемпионки забили лишь один гол, то к концу встречи счет увеличился до 5-0. Следующая игра для женских «Крыльев» пройдет снова на выезде. 18 марта команда сыграет матч против московского ЦСКА. Хоккеисты ЦСКА ВВС завершили второй этап первенства ВХЛ без поражений. В заключительном матче летчики обыграли «Челны» 4-2. В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, а затем «Самарцы» трижды отличились, тогда как «Челнинцы» ответили лишь одним голом. Теперь эти же команды встретятся между собой в полуфинале. Другую полуфинальную пару составили «Динамо», «Алтай» и «Кристалл». Толятинская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу во втором круге турнира WTA 1000 в «Индиан Уэллсе». За один час и три минуты она переиграла немку Татьяну Марию 6-2-6-1. Дарья один раз подала на вылет, совершила одну двойную ошибку и шесть раз брала гейм на подачу соперницы. За выход в четвертый круг соревнований Касаткина сыграет против соотечественницы Варвары Грачевой. Это будет их третья встреча на турнирах WTA. Счет в личном противостоянии 1-1. Баскетболистки Самары одержали победу в домашнем матче Премьер-лиги. Девушки обыграли спарту НТК из Видного. Уже с первых минут Самара завладела небольшим преимуществом и, несмотря на сопротивление оппонентов, лидировали в счете. Во второй половине отрыв стал двузначным и хозяйки паркета спокойно довели дело до победы 67-53. Самара обеспечила себе пятое место по итогам регулярного чемпионата. Если команда выиграет две оставшиеся встречи, то сможет получить право начинать плей-офф на домашнем паркете. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. С 13 по 24 марта на территории областного центра проводится первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», сообщает телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской». Акция направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбору и проверку значимой информации. Жители Самары могут сообщить о фактах нарушений законодательства, о наркотических средствах и психотропных веществах по телефону 373-76-40. 10 марта в Самарском дворце ветеранов состоялась очередная встреча в рамках проекта «Спорт – это жизнь», говорится в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. Команда ветеранов города сыграла в шашки и настольные спортивные адаптивные игры. Собравшимся удалось пообщаться с единомышленниками и зарядиться позитивом на все выходные. Желающих принять участие в играх приглашают во Дворец ветеранов каждую пятницу в 12 часов. Справки по телефону 261-56-66. Как получить выплату на приобретение и установку автономных пожарных извещателей, рассказывает телеграм-канале Промышленного района. За выплатами могут обратиться многодетные семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет. Семьи, которые находятся в социально опасном положении или признаны таковыми по постановлению комиссии ПДН, граждане, воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для оформления выплаты необходимы копии документов, удостоверяющие личность каждого члена семьи, копии документа, подтверждающие право усыновителя на ребенка, копии договора на установку пожарных извещателей, СНИЛС, платежки о возможных затратах на установку, реквизиты банка для зачисления средств. Выплата предоставляется однократно. Ее размер не превышает от 3000 рублей. Можно ли перевести ребенка в другую школу в середине учебного года, рассказывает телеграм-канале Красноглинского района Самары. Перевести ребенка из одной школы в другую можно в любое время. Надо отчислиться из старой и подать заявление в новую. Для перевода нужно выбрать школу и узнать о наличии свободных мест. Это можно сделать при помощи сайта, телефона, либо узнать у директора учебного заведения лично. Если мест нет, то в местном отделе образования предложат другие варианты. В этом случае необходимо подать заявление об отчислении в прежнюю школу и забрать документы. Личное дело, табель успеваемости, медкарту. К заявлению нужно приложить справку-подтверждение. Если переезжаете и не определились со школой, укажите населенный пункт. Затем принесите документы в новую школу и напишите заявление на зачисление. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok